Этого дня ивановские гонщики и их единомышленники из соседних регионов ждали с нетерпением. И Сочинская Олимпиада тут ни при чем. Через несколько минут будет дан старт ралли зимней ШУИ-2014. Моторы ревут, гонщики готовы, ожидаются действительно драйвовые выходные. Автосоревнования, ежегодно проводимые под ШУИ, в этом году неожиданно оказались под угрозой срыва. Причиной послужил категорический отказ Департамента дорожного строительства Ивановской области согласовать перекрытие дорог. На чисто бюрократическом основании. Якобы заявка на проведение была подана позднее срока. Буквально за три дня до мероприятия организаторы объявили о его отмене. Правда, потом, не без участия первых лиц региона, гонки все же разрешили. Но часть экипажа из-за таких спонтанных перемен информации приехать так и не смогла. Под вопросом оказалось даже дальнейшее сотрудничество региона с организаторами гонки. Мне трудно сказать из Москвы, в чем было дело. Я думаю, что просто в связи со сменой руководства области, некоторые исполнители расслабились немножко. Решили, что зачем что-то делать, когда можно ничего не делать. Нет, не те, кто делал гонку, естественно. Потому что нам очень здорово помогает. Во-первых, организатор сам, это Дмитрий Смирнов, астроралли, и ДСАФ Ивановский, и департамент спорта и туризма, собственно говоря, сейчас исполняющий обязанности главы этого департамента, председатель оргкомитета гонки. А там были проблемы и с ГИБДД, и с департаментом дорожным. И все же, несмотря на все проволочки, они состоялись. В предстартовой зоне, которая на этот раз расположилась за городом, 20 участников. Все, кто просто не мог пропустить это событие. Приехали спортсмены из Иваново, Владимира, Ярославля, Москвы, Московской области, Тульская область, Тверь, и из Чувашии, из Чебоксар. А, из Ульянска еще. Последние приготовления перед стартом – волнение и предвкушение скорости. У нас, извините, минута до старта, мы все вот в мыле, все, прямо сейчас готовимся, сразу прыгаем и стартуем. Перед важной гонкой, как признаются сами спортсмены, приходится буквально жить в гараже. Ралли – это самое тяжелое испытание и для людей, и для техники. Готовились, ну, недельки-две, так, своими подсобными силами, изготавливали машину к старту. Вы в автомобиле уверены? Ни в чем уверенным нельзя быть на 100%, даже в себе. Посмотрим, надеюсь, ласточка наша нас не подведет. И вот, наконец, старт. Трасса протяженностью 200 километров петляет между деревенью Кшуйского района. Из них порядка 70 километров скоростных участков. Всего их 9. Множество опасных участков и крутых поворотов. Где с трассой не справляются гонщики, на помощь всегда готовы прийти зрители. Порой отказывает техника. Главное – не терять самообладание и не сдаваться. Точно так же, как и в бюрократической борьбе с чиновниками. Теперь гонщики это точно знают. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.